Пить чай стакана с подстаканником в поезде дальнего следования – давняя российская традиция. Ей почти 130 лет. Она появилась при министре путей сообщения Сергея Юрьевича Витте и прочно укрепилась в нашей жизни. Причём подстаканники полюбили не только в поездах. Этот предмет с сервировки стола приняли и многие представители знати. Для них делали роскошные подстаканники и даже украшали их драгоценными камнями. В наше время по-прежнему пользуются спросом такие изящные изделия. Подстаканники выпускают и в селе Казакова Нижегородской области. Казаковский подстаканник традиционно выполнен из техники филигрань. Это кручёный медный скань различных профилей, из которых создаётся ажурный рисунок. И дальше всё это превращается в изделие в виде подстаканника. Каждый этап работы выполняется вручную. Процесс требует высокого мастерства и терпения. Для этого даётся рисунок. У нас имеются шаблоны, по которым мы выгибаем определённые формы. И уже по этим шаблонам наклеиваем на рисунок, наносим его, как говорится, в металле и забиваем весь его полностью исключительно по рисунку. После этого заготовку нагревают, придают ей округлую форму и припаивают к металлическому основанию. Затем начинается процесс очистки. Как приносить самосмортировки изделия, мы его обезжириваем в серной кислоте, промываем, корцуем поддон, ручку, промываем и вешаем в ванну, серебрение. На изготовление одного подстаканника ручной работы в технике филигрань требуется целый день. Такие изделия в некоторых семьях становятся фамильной реликвией. Ручное изделие всегда греет душой, потому как здесь вложена рука, забота и тепло мастера. Поэтому и чаепитие гораздо приятнее из филигранного подстаканника, а не из штамповки. Казаковская фабрика надеется, что благодаря её изделиям традиция пить чай из стаканов с подстаканниками сохранится на долгие годы.